Лучшая проверка добросовестности коммунальных служб – это проверка 1 января. Лицо города в порядке. На главную площадь новогодним утром высадился дружный десант работников муниципальной службы озеленения и благоустройства. Но центр города в данном случае не самый объективный показатель. Сейчас повышена должна быть ответственность за наведение порядка в городе, потому что все-таки все люди отдыхают. Естественно, когда они отдыхают на рабочем месте, появляются дополнительные объемы отходов. Бытовые отходы, КГМ. Люди в это время еще не просто отдыхают, они даже ремонты делают. Это все выносят на контейнер-площадь. Создается впечатление слабой уборки. Поэтому ездим, подсказываем, чтобы они это устраняли. Служба ЖКХ, у них такая ответственность. У них выходных не должно быть. Из старого года в новый. Праздник праздником, а ситуация в районе должна быть под контролем. Сегодня 1 января и каждый день. В ходе объезда по отдаленным микрорайонам Чкаловский и Дальний Воронок много нареканий вызвала работа дорожников, особенно областных, Мосавтодора. Несмотря на теплую и бесснежную погоду, налить у бордюров на проезжей части и сама не растаяла, и не была убрана почти повсеместно. Очень много цветного мусора скопилось на обочинах дорог. У торговых павильонов переполнены урны. Елочные базары – атрибут прошедшего года. Они должны быть убраны 31 декабря. Дальше елки никому не нужны. Однако несколько торговых точек остались на своих местах и до 2 января, хотя уже без продавцов и без охраны. А вот для этого гражданина Новый год вообще начался неудачно. Был застигнут за совершением правонарушения. Расклеивал самодельную, соответственно, незаконную рекламу. Был сопровожден лично главой района и сотрудниками администрации в отделение полиции. Придется заплатить штраф. В каждом столбе такая же висит, аналогичная. Женок, ну попался ты! Ну согласен. Понимаешь? Валерий Игорь, куда-то. Микрорайон Щелково-7. На улице неделино чисто, мусора не видно. Чего не скажешь о дворах. Управляющие компании к своей работе 1-2 января приступать, похоже, не торопились. Поэтому местные жители поддерживают районные власти в стремлении навести порядок. А мы потихонечку будем сознание людей менять, чтобы не погостили. Да-да-да, правильно. Вместе мы не победим. Все, вместе не победим. Нас много. Особое возмущение главы района вызвало санитарное состояние торгового комплекса около автобусной остановки в Щелкове-7. Жители давно высказывают недовольство этим объектам и требуют от районных властей принять меры. Площадка принадлежит обществу с ограниченной ответственностью «Сириус-А». Оформление фасадов и вывесок по принципу «кто во что гораст» не добавляет эстетики облику бывшего военного городка. Кровля, облицовка зданий уже далеко не в идеальном состоянии. Снаружи вокруг забора везде мусор. 1 и 2 января здесь выходной, но ворота почему-то оказались не закрыты. Так что беспрепятственно можно зайти внутрь торговых рядов. И тут началось самое интересное. Камера запахи не передает, но поверьте, меньше всего это похоже на объект торговли. Скорее на общественный туалет. Глава поручил направить обращение в Роспотребнадзор. Парадокс, но все это безобразие соседствует с бывшим помещением театра. Он переехал, но вывеска-то осталась, и это только усиливает неприятное впечатление. Порядок в сфере потребительского рынка – это не только строгое соблюдение законодательства и требований нормативных документов, но и элементарное уважение к людям. К сожалению, о последнем владельцы торговых точек помнят далеко не всегда. Контроль со стороны руководства района за соблюдением чистоты и порядка продолжается в ежедневном режиме. Ирина Микеда, Сергей Василевский, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».